Сергей Хрепунов трудится в дорожной отрасли более 40 лет. Несмотря на возраст, уходить из профессии не собирается. Говорит, в последние годы работать стало легче. Я думаю, что в сегодняшние времена, это уже, наверное, в течение 5-5 лет, я считаю, что наоборот облегчение. Да. Во-первых, очень много вливается средств в дорожное строительство. Мы имеем возможность обновиться. У нас хорошая у всех техника у дорожников. Вообще качество сейчас очень хорошо поднялось на высоту. Применение современных материалов и технологий – одно из главных требований при реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом страны Владимиром Путиным. В 2022 году во всех районах региональной столицы только по нацпроекту обновили 38 объектов. Их совокупная протяженность составляет порядка 57,5 километров. В том числе комплексно отремонтировали Волжский проспект, привели в порядок улицы Гагарина, Советской армии, физкультурную, магистральную, Ивана Булкина, товарную, Сергея Лозо с прилегающими участками. На ряде улиц, например, Алматинской и Авроры, ремонтные работы на средства нацпроекта продолжатся и в следующем году. Всего за пятилетку на территории Самары по нацпроекту отремонтировано почти 278 километров улично-дорожной сети. На собрании были подведены итоги строительства дорог и мостов в целом по Самарской области за пять лет. Хочу отметить, что за последние годы в Самарской области сделано очень многое. За последние пять лет мы построили, реконструировали, отремонтировали, перевели в нормативное состояние около двух с половиной тысяч километров дорог. Только в рамках подготовки к чемпионатам мира по футболу в областном центре реконструировали Московское шоссе, построили дороги, прилегающие к стадиону. Реконструировали автодорогу Волжский аэропорт Курумыч, улицу Ташкентскую от проспекта Карла Маркса до улицы Димитрова. В 2022 году обновлено более 600 километров дорог. Кроме того, на год раньше на средства нацпроекта возведена двухуровневая развязка на пересечении улиц Новосадовой и Советской армии. Рабочее движение по ней запустили 14 октября. Ветеранов от руководителей подрядных организаций и сотрудников, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин сегодня поздравил с профессиональным праздником – Днем работников дорожного хозяйства, который отмечается каждое третье воскресенье октября. Наша работа требует огромного профессионализма, мастерства, выносливости и оптимизма. Сегодня мы решаем задачи, поставленные президентом страны и главой региона. Во многом благодаря нашим знаниям, опыту и традициям, которые вы передали нам, о чем сейчас я уже, коллеги, подчеркнул. Примите наши искренние пожелания здоровья, процветания и благополучия. В завершение официальной части собрания лучшим работникам отрасли вручили благодарности и почетные грамоты, а также альбомы. 80-летию дорожных служб Самарской области посвящается под красочной обложкой фотографии дорог и мостов региона. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События.